Что происходило в машине ППС, пока они ехали на стационарный пост, о чем они говорили или не говорили, мы доподлинно не знаем. Нас там не было. Мы можем только предполагать, какие интересные, изысканные беседы они вели между собой и что делали. Также мы не знаем, что происходило на посту. Нам известно только то, что на посту произошел конфликт между сотрудниками ППС и нашим героем. Конфликт, который перерос в рукоприкладство. Мы возвращаемся с вами в студию, где встретимся с одним из участников событий, который поведает нам некоторые детали происшествия. Здравствуйте, Виктор Викторович. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, о событиях, произошедших на посту. Когда они приехали на стационарный пост, Алексей воспользовался своим мобильным телефоном и уведомил о том, где он находится, своего отца. После чего он позвонил, собственно, своему адвокату. Вот в момент разговора с адвокатом связь прервалась. После того, как прервался ваш разговор, вы поехали на пост. Что вы там увидели? Когда я приехал на пост, я обнаружил следующую картину. Алексей сидел с руками, на которых были надеты наручниками. Рядом с ним находился его отец и четверо сотрудников патрульно-постовой службы. Алексей высказывал свое неудовольствие. И, в частности, он заявил, что в момент, когда он разговаривал со мной, сотрудники патрульно-постовой службы попытались отобрать у него телефон, применили физическую силу, избили его, после чего надели наручники. Следы причинения вреда здоровью были у него на лице. В частности, была разбита губа, имелись ссадины на левой лобной части и в районе левого виска. Причем эти все следы были свежие. Вы разговаривали с сотрудниками ППС, как они объяснили суть конфликта? Сотрудники патрульно-постовой службы сказали следующее, что в момент, когда они составляли протокол об административном правонарушении, а также изымали вещи Алексея, он напал на них, выражался нецензурно в их адрес, ППС порвал протокол, угрожал им, ну, не расправой, а разного рода иными проблемами по службе. И поскольку он вел себя агрессивно, с целью пресечения дальнейших его противоправных действий, они вынуждены были применить сначала физическую силу, а затем применить спецсредства и надеть наручники. В итоге нашему герою было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения. По факту вот этого самого конфликта сотрудники патрульно-постовой службы составили еще один протокол об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.1 за мелкое хулиганство в отношении все того же Алексея. Собственно, именно этот протокол был представлен на следующий день мировому суде. На что еще стоит обратить внимание? Дополнительно могу сообщить следующее, что свидетелей, кроме непосредственных участников, никого не было. То есть людей на улице не было, поведение, собственно, Алексея, о его поведении мы можем судить с его слов или со слов сотрудников патрульно-постовой службы, которые они отразили в своих рапортах. Спасибо, Виктор Викторович. Совершил ли наш герой административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, мелкое хулиганство, собреженное с неповиновением законному требованию представителя власти? Или не совершил? Почему вы так думаете? Поясните, пожалуйста. Продолжение следует...